Истра помнит. С таким названием сегодня открылась фотовыставка в Молодежном центре «Мир». Это совместный проект Молодежного центра и Туристко-информационного центра «Русская Палестина», посвященный Дню Победы. На экспозиции представлены фотографии 32 памятников солдатам Великой Отечественной войны. Всего же в городском округе Истра 117 таких мемориалов. Фотографии остальных пока хранятся в архиве, но организаторы планируют в будущем продемонстрировать и их публике. В Молодежном центре работают волонтеры. Очень много молодых ребят, которые выступают волонтером. И одна из задач – их познакомить с этими памятниками и побудить, хранить эту историю, чтобы это был внутренний такой позыв, потому что памятники действительно нуждаются в выходе не только коммунальных служб, а именно нас, волонтеров, молодых людей. На вернисаж был приглашен председатель Совета ветеранов округа Анатолий Тарелкин. Он привел данные печальной статистики. В 2017 году в муниципалитете проживало 145 ветеранов. Сегодня их в два раза меньше. К сожалению, придут времена, когда кроме этих памятников, свидетелей тех страшных боев уже и не будет. Поэтому призываю в очередной раз – давайте будем спешить делать добро. Увидели пожилого человека с медалями на улице. Подойдите, улыбнитесь ему, уступите место в автобусе, пропустите вперед перед кассой в магазине. Эти люди это заслужили. Выставка неспроста открылась именно в молодежном центре. Кому, как не молодым людям, нести память о героических подвигах дальше, будущим поколениям. Та молодежь, с которой я общаюсь, которая находится в молодежном центре, очень трепетно относится к этой памяти. Они, конечно, делают это по-другому, потому что у них, даже как у нашего поколения, уже нет таких близких родственников, которые погибли. У меня, например, оба деда не вернулись с войны. У меня это какая-то семейная даже память еще есть. У них этого нет. Но, тем не менее, я думаю, что вместе со всей страной они чувствуют, что нужно хранить свою память. Это то, что нас объединяет, то, что держит нас. Сегодня в России стартовала еще одна важная акция – «Георгиевская лента», в которой активное участие приняли волонтеры центра. Мы раздаем ленты в Георгиевске, потому что сегодня начинает проводиться эта акция в честь, в память. Мы рассказываем об истории. В этом виде можно носить ленты, потому что ношение на сумках, на машинах считается как немного неуважением. То есть желательно носить по тертикам. Юлия Андреева, Антон Елизаров, Истра РФ.